Ледовый дворец Большой в день открытия Кубка «Газпромнефти» собрал более 7 тысяч зрителей. Олимпийская арена встретила поклонников хоккея концертом популярной группы «Пицца» и масштабным ультимедийным шоу, в котором была представлена каждая из пяти стран-участниц. На лед выходят участники турнира, а всего за трофей сражаются 27 команд. 14 из них играют в группе «Запад», в том числе дебютант состязаний «Хоккейный клуб Сочи». И количество участников единственного официального детского турнира КХЛ будет только расти. Рассматриваем вопрос расширения географии турнира за счет приглашения европейских команд из стран, которые не входят в КХЛ. Предложим делегироваться по одной детской команде для нашего турнира в следующем году. Таким образом мы расширимся, я думаю, на 3-4 команды в следующем году. Расходы по организации турнира полностью на себя берет «Газпромнефть». Все для того, чтобы юные участники почувствовали атмосферу настоящего хоккейного праздника. В нее, кстати, могут абсолютно бесплатно погрузиться и зрители. Их немало собралось на матчи-открытия. В Сочи столичный ЦСКА обыграл действующего чемпиона Кубка Ярославский локомотив 4-1. Это очень крутые турниры, которые все хотят выиграть. У кого желание будет чуть больше, тот выиграет. Групповые этапы турнира в Сочи и Омске завершатся финальными матчами 24 апреля. Фаборитов сложно, конечно, выделить. Последние 4 года Кубок уходит на Запад. До этого три раза подряд Восток выигрывал. Поэтому, наверное, главная интрига – сможет ли Восток в этом году какая-то из команд забрать Кубок и увезти к себе. Интрига разрешится на суперфинале между победителями Востока и Запада в Омске. 26 апреля там будет разыгран главный трофей, который, кстати, изготовлен теми же мастерами, что и Кубок Гагарина.